Зима делает первые робкие шаги. В ночь на воскресенье пошел снег, и утром рязанцы увидели из окон зимнюю сказку. Подморозило, а местами даже поднамело сугробы. Зима не всегда устанавливается сразу и надолго. Во второй половине ноября и даже в декабре морозы нередко сменяются глубокими оттепелями. Выпавший снег быстро тает, не оставляя ни следа от зимнего пейзажа. И тем не менее, к зиме нужно быть готовыми. И дело не только в теплой одежде, но и в собственной безопасности. Ведь главную неприятность начавшейся зимы гололедицу никто не отменял. Рязанские водители оказались не готовы к выпадению первого снега. Так на дороге Рязань спас 57-летний водитель, управляя автомобилем Рено Логан, при заносе автомобиля на заснеженной дороге не справился с управлением. Автомобиль правой боковой частью вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом Форд. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Рено, 53-летняя женщина, оказалась буквально зажата в салоне своего автомобиля. В результате чего скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Рено госпитализирован в больницу. Травму получила также пассажирка микроавтобуса, 43-летняя женщина. Ей была оказана медицинская помощь в больнице. Не стоит забывать о том, что заснеженная дорога предъявляет дополнительные требования к навыкам водителя. Важно перестроить свой стиль вождения и ни в коем случае не прибегать к резкому торможению. Соблюдать дистанцию и боковой интервал, скоростной режим, быть предельно внимательным и осторожным. Ну и конечно не стоит забывать, что нерешенный до сих пор вопрос замены на автомобилях резины с летней на зимнюю ставит под угрозу не только вашу собственную жизнь, но и жизни окружающих. Водителям, которые еще не позаботились о смене шин и колес на своих транспортных средствах, необходимо сделать это в ближайшее время. Словом, будьте ответственнее и аккуратнее. Ну а погода на этой неделе продолжит напоминать зимнюю. Без остатков в виде снега и мокрого снега, периодически приходящего в дождь, не обойдется ни один день. А в середине недели ожидается метель и усиление ветра. А вот температура воздуха будет повышаться и уже к концу недели вновь превысит климатическую норму. Дотянув до 3-8 градусов тепла днем, оставаясь положительной и в ночное время суток. Наталья Новикова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова